Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. И также мое традиционное напоминание то, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, который сочетает большое количество аналитического контента, конкретные торговые рекомендации и общие новостные заметки по ключевым фундаментальным событиям и ожиданиям того, к чему эти события могут привести. Друзья, стараемся для вас, чтобы у вас было по максимуму информации, чтобы вы не оставались один на один с рынком, чтобы знали, на что сейчас стоит обращать внимание, что может повлиять на волатильность и как все это реально сейчас можно конвертировать в прибыль по вашим депозитам. Сегодняшняя торговая сессия заключительный день, но несколько релизов по штатам будет. Традиционная для пятницы статистика по промышленному производству в США, Мичиганскому индексу и роничным продажам. Прежде всего, роничные продажи в 16.30 по московскому времени, потом через 45 минут промышленное производство и в 18.00 Мичиганский индекс. Основной релиз это роничные продажи. Напоминаю, что роничные продажи в целом можно анализировать через призму инфляции. Ранее у нас на этой неделе был отчет по индексу потребительских цен, как мы помним, был достигнут максимальный показатель с 1982 года. То есть розница логичным образом должна вырасти. Рост инфляции это и есть отражение высокой потребительской активности. Но другой вопрос, как на все это повлияет доллар? Эта неделя ясно нам показала то, что избыточные ожидания относительно того, куда может пойти доллар с учетом изменения риторики американского регулятора, ни к чему не приведут. Сейчас лучше смотреть на рыночные настроения и ждать фактических решений от регулятора по изменению денежно-кредитной политики, после чего уже делать активную ставку на укрепление позиции американского доллара. Если вы следите за фундаментом, то наверняка согласитесь со мной, друзья, то что сейчас после выступления Паула, после отчета по инфляции, после последнего заседания американского регулятора, после протоколов глупо делать ставку на то, что доллар будет снижаться. Я с этим абсолютно согласен, потому что во всех этих случаях, которые я только что обозначил, весь этот фундаментальный фон тотально сигнализирует о том, что доллар нужно выкупать. Но трейдинг на ожиданиях и на фактических решениях это разные вещи. И как я уже отметил, сейчас, судя по всему, рынок не готов покупать американскую валюту и, возможно, это будет актуально до марта, до того самого месяца, когда ФРС первый раз за много лет после пандемии точно повысит ключевую процентную ставку. Сегодня от всех этих релизов, которые я назвал, я жду хороших цифр. Прогнозы также говорят о том, что статистика будет неплохой. Да и в целом экономика США чувствует себя отлично в последнее время. Даже если сейчас коснуться темы роста числа заболевших омикроном, рекордные показатели госпитализации, это все есть, да. Но рынок особо не паникует. Лакомцевой бумажкой всего настроения на финансовых рынках остается американский фондовый рынок, который стабилен и, в принципе, в нескольких пунктах остается от исторических максимумов. Я сегодня не рекомендую полагаться на статистику, как на фактор поддержки для доллара. Потому что, опять же, до марта, скорее всего, ситуация не изменится и рынок будет искать возможности насладиться вот остаточным эффектом вот этих стимулов, которые все еще действуют, пока ФРС реально не повысит процентную ставку. Поэтому согласен, в принципе, с теми, кто считает, что фондовый рынок может снова обновить локальные максимумы, позволить заработать тем, кто пытается это еще сделать. Но, честно говоря, фондовым рынком я уже, по крайней мере, в ближайшие недели торговать не буду никаким индексом. Есть другие активы, на которые я рекомендую вам сейчас поглядывать. Только из-за того, что сейчас мы видим новые локальные тренды, которые образовались после довольно продолжительного периода непонятной динамики и вялых торгов и движения активов в коридоре. Вот европейская валюта, явное подтверждение. Сейчас котировки уже 1,1473 и вопрос роста к уровню 1,1550 и чуть выше – это ближайшие торговые сессии. Евро активно сейчас покупают, причем евро растет на фоне нескольких причин. Это о локальной слабости доллара, статистических данных и ожиданиях того, что высокая инфляция все-таки вынудит Европейский центральный банк также отказаться от своей беспрецедентной мягкой экономической политики и примкнуть к тем центральным банкам, которые уже начали ужесточать денежно-кредитную политику. Может быть, так оно и будет, друзья. Но, наверное, главная причина роста, значительного роста европейской валюты – это слабый доллар, который может остаться таким на ближайший месяц, может быть, даже два. Поэтому цели по европейской валюте я только что назвал. Давайте смотреть за рыночными настроениями. Индекс Кайман нам в помощь всегда, каждому клиенту компании на маркетинге он доступен. Пока что перекос в сторону именно продаж. То есть большинство шортят, рынок идет против толпы. Смотрите сами. Кайман я буду также ориентироваться на него. Если изменится настроение, об этом вам, друзья, расскажу. Но сейчас условия такие, что мы заложники вот этих глобальных настроенческих трендов. И основы, принципы фундаментального анализа сейчас отходят на второй план. Рынок нефти 84.35. Здесь нефть рисковый актив. Но в отличие от европейской валюты данный рисковый актив я рекомендую шортить. Потому что нефть очень сильно перекуплена. Фьючерсы на нефть реально уже разошлись с реальным физическим рынком. Фундаментальный фон. Все анализировали данные по запасам. Прежде всего, видели только лишь снижение запасов нефти и интерпретировали это как позитивный сигнал. Я согласен с этим. Но почему игнорировали данные по запасам, которые растут? И уже не первую неделю подряд, а растут просто в колоссальных объемах. В этот раз почти на 8 миллионов за неделю. 8 миллионов баррелей прирост был. Такой рост запасов указывает на более низкий спрос и влияние омикрона, которое как ни крути, но есть. Соответственно, рекомендую пересмотреть свое отношение к рынку нефти. Еще раз взглянуть на отношение спроса и предложения. Вспомнить про все то, что я говорил в отношении Казахстана, Ливии. Это сейчас точно не фактор поддержки для котировок бренда WTI. И допустить, что в любой момент может начаться коррекция. Вполне возможно, даже сегодня. Потому что пятница – это день, который традиционно связывают с эффектом пятничной сессии, когда перед выходными фиксируются сделки. Закрываются в данном случае серьезные лонги, которые были открыты несколько недель назад, когда бренд за этот период времени умудрился вырасти больше, чем на 10% фиксаться. Она неизбежна. И вот на нее можно рассчитывать. Селл-стоп с уровня 83.50 – это сделка, которая актуальна. По доллару 94.66. Сейчас не буду снова повторяться про итоги выступления Паула, про отчет по инфляции. Об этом все было сказано на вчерашнем брифинге. Но за последний день, что можно сказать? К тем голосующим членам американского регулятора, чью риторику мы уже анализировали, хочу добавить еще Харкера, Дели и Уоллера, которые также обладают правом голоса, которые также будут тянуть руку за или против, а не повышение процентной ставки. Так вот, во всех случаях, то есть уже можно сказать, больше 60% голосующих членов РС за то, чтобы ставку повысить в Марсе. Но доллар на это не реагирует, друзья, правильным образом. Опять же, допускаю, и скорее всего так и будет, что отсутствие реакции мы будем с вами наблюдать вплоть до марта. Золото 1826 ждем на отметке 1840-1850. Рост инфляции, конечно же, вернул на рынок идею, что лучше инструмента для страховки от инфляции, чем золота, не найти. Снижение доллара, локальное снижение американского рынка долга, облигации, это пока что то, что поддерживает рынок драгоценных металлов. Поэтому мы работаем сейчас против толпы, толпа шортит. Мы, соответственно, ждем золото еще выше. И думаю, что в ближайшие торговые сессии мне удастся констатировать, как достигнутые уровни, которые мы с вами ждем поближе к опланке 1850. И рынок криптовалют, биткоин, снова корректируется, 42 713 долларов. Вот биткоин, кстати, правильно реагирует на изменившуюся риторику американского регулятора, потому что очень скоро ФРС начнет сокращать баланс, раздутый за время пандемии до 9 триллионов долларов. Сокращение баланса – это то, что очень сильно ударит по риск премии. И плюс ко всему сокращение баланса – это изъятие с рынков капитала серьезного фондирования, на котором и пухла крипта. Как только этот процесс начнется, в марте, я думаю, что ситуация уже прояснится, мы, скорее всего, друзья, увидим еще более выраженный нисходящий тренд. Поэтому, чтобы не обнадеживать вас, я по-прежнему транслирую идею, что за небольшими откатами восходящими все равно будет следовать мощный нисходящий тренд, который может привести биткоин в район 30 тысяч, а может быть даже и ниже. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!